Да, президент инвестиционной компании Шимко Групп, генеральный директор компании Хирана плюс Москва и учредитель компании Хирана Азия. Словацко-узбецкая российская компания Хирана Азия была образована в 2018 году. И уже в 2020 году, в мае месяце, был выпущен первый узбецкий аппарат ИВЛ, который достаточно успешно прошел клинические испытания. И был передан непосредственно в клиническую больницу номер один, которая провела клинические испытания нашего аппарата. И по 50-бальной шкале мы получили оценку отлично. То есть 43 балла мы набрали по различным параметрам. Это говорит о том, что компания Хирана Азия выпускает очень качественные, очень надежные аппараты искусственной вентиляции легких. И я надеюсь, что в будущем наша компания завоюет не только узбецкий рынок, но и весь центрально-азиатский рынок. На сегодняшний день у нас уже есть заказы из Таджикистана, Туркмении, с Афганистана обращались к нам. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы сейчас работаем пока еще в тестовом режиме, отрабатываем всю цепочку поставщиков, отрабатываем в тестовом режиме не только аппараты ИВЛ, но и наркозно-дыхательные аппараты. Поэтому для нас сейчас очень важно подготовиться и впоследствии показать, помимо качества, еще и очень хорошую цену, что немаловажно для центрально-азиатского рынка. Прежде всего хотелось бы поблагодарить, знаете, Министерство инноваций, которое практически на всех уровнях нам помогает. И в начале пути оказали такую поддержку, поддержку нашей компании, что сыграло немаловажную роль. В очень хорошем режиме мы построили так завод в Узбекистане, в городе Ташкенте. Сейчас там заканчиваются последние сертификационные моменты, которые необходимы для запуска самого завода. Я думаю, что в феврале месяце наш завод начнет принимать предзаказы уже в массовом порядке. И мощности завода это около 300-500 аппаратов ИВЛ и 100-150 наркозно-дыхательных аппаратов, которые мы можем поставить не только в Узбекистан, но и на весь центрально-азиатский регион. Наша компания, она экспортно ориентирована, и поэтому мы думаем, что процентов 90 будем поставлять за рубеж. Продолжение следует...